Смотрите, мне представляется, что мы сейчас будем свидетелями такого перетягивания Канад до Луги. Наша позиция – это достаточно широкая автономия, представляю Украину. Это никому не нравится, кроме нас. И украине мне нравится, и американцам, и европейцам тоже, которые к этому относятся. Сейчас эту историю будут всячески как-нибудь торпедированы. Есть ли возможность торпедировать эту историю, спровоцировать вооруженный конфликт? Есть. Является ли назначением Саакашвили в Одессу возможным предприятием обострения где-то в районе Приднестровья? Да, можно. Но с точностью, вот сказать вам, этого я думаю, что никто вам сейчас это не скажет, как конкретно будут ее обсады. Тот факт, что, безусловно… Нет, доставали, что нужно делать. В каком смысле? Ничего, ждать. Ничего, ждать. Просто ждать и готовиться. Ждать, готовиться, ничему не верить. Ждать, готовиться, держать. Это дела надо готовить. В общем, не сдавать. Вот эти позиции не отдавать. Да. По сравнению, например, с нового войска, ну, чего нужно водить, допустим… Какие? Куда? В ДНР, ну… Нет, сейчас их вводить… Введение войск сейчас российских ДНР и ЛНР – это война, вы понимаете? Да, но в какой взгляд, что они вообще там не нужны, то их даже поддержка как бы не нужна. То есть там есть… Я не знаю, как они выдержатся без поддержки. Все начиналось как… Минуточку. Все начиналось как… Все начиналось как проект, который, безусловно, в сторону России смотрит. Если теперь они все могут сами решить, так Путин все время говорит, Россия не страна этого конфликта. Ну, решайте. Решайте. У нас там, как известно, на добровольных началах люди работают. Ну, и… Ну, вы думаете, без решения, когда она не закончится? Ну, вы знаете, это вам никто не скажет. Потому что столько входящих, превходящих обстоятельств… Говорят же, делают прогнозы. Ну, говорят, делают прогнозы. Мне кажется, что 90% этих прогнозов – безответственная штука. Ну, это да. Вещь безответственная. Вот как мы с вами… Мы же с вами не знаем, вот что завтра произойдет. Вдруг какая-то произойдет какая-нибудь абсолютно провокационная история. Ну, не знаю. Нападение. Взрыв. Взрыв. Ну, и что это? Все пойдет иначе. Смотрите, ведь история с Гоингом нас научила же многому. Она дико обострила общую ситуацию. Ну, кто… Вот вам один из примеров. А таких примеров вы можете сами себе наприводить, сколько хотите. Сейчас наб Extension. Ну,ceğите дальше. И где-нибудь представитель術,